Добрый вечер За здоровье Тельцов В нашем клубе мы приготовили подарки именинникам Каждый из присутствующих здесь именинников застрахован на 3 миллиона рублей И страховку эту провела одна из лучших наших страховых компаний фирма Подмосковья Но это еще не все Многотомные сочинения фантастов представил концерн Олимп Ну а сейчас у меня вопрос Так что же такое Телец? Ну самый упрямый из всех возможных Пока рога в землю не воткнет, не успокоится Спасибо, кабарет-дуэт Академия Я думаю, что Телец самый красивый, самый хороший знак По крайней мере, по сравнению с Овном, который в моей семье Спасибо Итак, Александр Шивинс, что вы думаете о знаке Телец? Ну все-таки животное какое-то, мясо Спасибо Вячеслав Васюхин, пожалуйста Телец, я считаю, как среди своих друзей, кого вижу, это прежде всего настойчивость и творчество Спасибо Михаил Светин что-то скажет по поводу Телца Слушай, я вообще не ожидал Так, нет, это потом, это все потом Это меня... Нет, это потом, я прошу Это все потом Конфликтная ситуация будет чуть позже Произошла страшная штука Когда мы разговаривали По телефону Ты мне приду, ну да Ты сказал, приезжай, стрелец Я же стрелец Я же не телец Я ему говорю, приезжай Ты же сказал, мы с тобой договорились-то Я думаю, почему так радость снимаете-то, собственно Когда у меня в декабре Вы видите, как телефоны работают в Санкт-Петербурге, да? Вы чувствуете? Я ему говорю, приезжай, передача Телец Телец, ты ошибся, ты сказал стрелец Вообще, честно, хотел получить подарок, хотел? Вот понимаешь Как стрелец, хотел? Это неудобно Не подаришь ничего, да? Так, одну секундочку Бога, давай, друзья мои Друзья мои Во! Росс Макдональд, шесть томов Мы поздравляем Михаила Светина С днем рождения По знакам стрельца Но, давайте все-таки послушаем Профессиональное мнение Павла Павловича Глобы Согласно древним традициям Телец всегда изображается С крылышками Выходящим на половину из земли Их хорошо иметь на работе Прекрасно иметь на работе тельца Никогда не подводят Всегда точно вовремя все исполняют Действительно вовремя Один из таких тельцов, например, сказал Сегодня рано, послезавтра Может быть поздно Тельцы, раз они управляются Венерой А Венера всегда была связана С малым счастьем Поэтому тельцы Всем своим близким И самим себе, кстати Которых они никогда не забывают Сумеют обеспечить малое счастье Что такое малое счастье? Это семья и деньги Поэтому каждому тельцу Надо позолотить его рожки Ну что ж Пожелаем тельцам благоденствия Я правильно? Обязательно Благоденствия Благоденствия Хорошей семьи И малого И большого счастья Спасибо Александр Когда Паша мне напомнил Про тельца Знаменитого анекдота Как он говорил Помните, вчера рано Завтра поздно Сегодня Ему говорил Сегодня нельзя Троцкий поехал на рыбалку А что без Троцкого нельзя? Без Троцкого можно Без Авроры нельзя Если транспонировать тельца На условия сегодняшней передачи Я бы в конечном итоге Оставил вот эти первые четыре буквы ТЕЛЕ ТЕЛЕ Чувствуете, к чему я клоню? Да? ТЕЛЕ Это составная часть целого ряда слов Телефон Телеграф ТЕЛЕВИДЕНЬЕ А учитывая, что сегодня у нас здесь в гостях Где-то 90% артистов кино Людей связанных с кино Я предлагаю снять такой своеобразный телесериал Где каждый именинник будет какой-то своей серией Любой телесериал начинается песней Я недавно услышал, как поет Сергей Шакуров Это речка-то песни Ирины Грибулиной Здравствуй, мой друг Вот он-то и откроет наш сериал Итак, Сергей Шакуров Здравствуй, мой друг Извини, что давно не звонил Хочется, друг Чтоб меня ты о чем-то спросил Хочется, вдруг Чтоб душа прикоснулась к душе Здравствуй, мой друг Мы с тобой постарели уже Разговоры телефонные Посреди ночной тиши Мы, как прежде, в жизнь влюбленные Жаль проходит эта жизнь Здравствуй, мой друг Мы квартиры меняем и жен Хочется, вдруг Чтоб какой-то был в этом резон Замкнутый круг Разомкнуть могут только друзья Здравствуй, мой друг Я звоню, я с тобой Разговоры телефонные Посреди ночной тиши Мы, как прежде, в жизнь влюбленные Мы, как прежде, в жизнь влюбленные Жаль проходит эта жизнь Разговоры телефонные Посреди ночной тиши Мы, как прежде, в жизнь влюбленные Жаль проходит эта жизнь Юрий Шакуров открыл наш сериал И первая серия Я хочу представить вам нашего именинника Прекрасного артиста Я думаю, что среди телезрителей, которые нас смотрят Есть очень много его поклонников Мы вас очень любим Я представляю телец Юрий Назаров Господа, вы подумали, как будет называться ваша серия Я не знаю, как будет называться серия первая Но я считаю, что она должна быть очень серьезная Потому что папа очень серьезный человек Совершенно не воспринимает праздников, поздравлений И когда мы готовили всей семьей трое суток Какие-то шутки в его адрес Это все было зачеркнуто, заметено Этого не надо Поэтому я от себя лично И подарки папа не любит Потому что считает, что деньги тратить зря нельзя Я лично дарю папе на день рождения мешок картошки Таня, ты сама подсказала, кстати, название этой серии Семья и мешок картошки И я хочу тогда попросить Александра Анатольевича рассказать Что же такое семья за этим столом Я как мешок картошки В этой семье Я действительно имею прямое отношение К этой замечательной семье Потому что у нас с Юрочкой Покойные тещи, родные сестры То есть наши жены, двоюродные сестры Как родные Потому что родных сестер А уж мы, уж мы, да, как мешок картошки Юрочка замечательный У тебя отчество-то есть какое-нибудь? Юрий Владимирович Замечательный артист Он Что ты смеешься, Рома? Хватит мне Гусмана Сказали, что Юрий Владимирович серьезный артист Он кончал театральное училище Мнищукина Пытался кончить это театральное училище три раза И не потому, что он легкомысленный Потому что со второго курса Он уехал в Акмолинскую область Поднимать целину У него есть, как и у меня, кстати Медаль за освоение целинных и залежных земель Вот Потом он приехал и поступил еще раз Театральное училище из Чукина Долго не выдержал этой системы образования И уехал в Красноярский край, если не ошибаюсь И работал на земснаряде На реке Аби Тесть Юрия Владимировича Замечательный мхатовский артист Кудрявцев Вот какая это была семья Всегда с утра до вечера, до утра С утра до утра Такой вечерней атмосферой Мхатовского такого Раскрепощенного безделия и красоты В эту семью вошел вот этот замечательный человек С земснаряда И немножко их там порушил Но потом обошлось Вот такая эта фигура Таким он и остался С этим мешком картошки И со мной, как с родственником Я тебе скажу, как телец в тельцу Мы рядом, мы с тобой рядом идем Мы рядом делаем фильмы про Россию Про нашу жизнь Про мешок картошки Про эту землю, где мы с тобой родились И мы с тобой не встретились Используясь тем, что здесь Мой брат-близнец краснопольский Мы сейчас как раз вот говорили Что я думаю, что в нашей новой работе Нам пора уже с тобой спеть это дело В нашем новом телесериале Это было предложение Валерия Ускова А на сцене еще один наш гость Александр Кальянов Песни мои разбросала по свету Просьба песочиста Я не такой Вот соберусь И однажды приеду Вас навестить На денек, на другой Здравствуйте, здравствуйте Как вы живете? Будет у нас разговор до темна Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли часом шпана? Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли часом шпана? Я постараюсь Приеду нежданно Улицу вашу Я сразу найду Здесь тополя И аллея в каштанг Стол для гостей Накрывают в саду Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте Как вы живете? Будет у нас разговор до темна Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли часом шпана? Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли часом шпана? Песни мои Разбросала по свету Просьба песочества Не депутат Раз обещал Значит точно приеду Выйду проведать На день и назад Здравствуйте, здравствуйте Как вы живете? Будет у нас разговор до темна Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли Часом шпана? Что вы тут пьете? О чем вы поете? И не балует ли Часом шпана? Спасибо, Саша Но Невзирая на то, что Юрий Назаров Не любит Не любит Подарки Все-таки От концерна Олимп Десятитомник Рекса Сталта Пожалуйста, мы вам вручаем Спасибо И еще раз поздравляем Юрий Назаров Итак, дорогие друзья Следующая серия Ну как бы вы ее назвали? Пожалуйста Я бы ее назвал Телешуфер Я так тоже про себя подумал Как назвать И у меня возникла такая Одесские рассказы А точнее Одесские романы Но из всех Одесских романов Самый известный Роман Карцев Поэтому вот этот роман Я и предлагаю Здесь за столом Написать Журналист Эдуард Графов Считает этот роман Клара Новикова На мотивы Романа Карцева Поет Александр Ворошилов От имени всех Присутствующих И телезрителей Мы поздравляем С днем рождения Тельца Романа Карцева Возможно Вы не знаете Что свой путь Значит Роман Андреевич Начал с оперы Если быть точнее Он начался С государственного Академического театра Оперы И балета Одессы Ну а если быть Исторически Абсолютно точным То с дамского Туалета Этого театра Поскольку там Мужской туалет Форточка в нем Забивали Что пацаны Вот такие Как он Не лазили В театр оперы И балета При этом То они лазили Через дамский туалет И вот Это было Начало пути Значит Романа Большое искусство У него еще Был один вариант Развилка пути Дело в том Что он родился И жил на Лонжероновской А эта улица Расположена Между все тем же Знаменитым Академическим театром Оперы и балета И не менее Знаменитой в Одессе Улицей С таким Меланхолическим Названием Канава Рома был Самый крупный Вундеркинд На этой канаве И у него был путь Стать артистом Или стать бандитом Он стал артистом Вот если бы он Пошел другим путем У меня бы уже был Сейчас приятель Такой Крутой авторитет Понимаете Рома в законе Я мог бы его хвалить Он мне рассказал Милейшую историю Которая мне Объяснила Что лучше Человека сдержанно Хвалить Потому что Неизвестно Как он отреагирует Значит Совсем недавно Рома встретил Своего школьного товарища И они тысячи лет Не виделись И Рома ему говорит Слушай Как ты прекрасно Выглядишь А тот так кровно Говорит Я еще плохо себя чувствую После того Что сказал графов Я понял Почему ты Столько лет Дружишь с Александром Ворошилом Я это понял Да Но сейчас Но сейчас Одну секундочку Дама Клара Ноликова Говорят Что телец Вполне такой земной Знак Правда Так 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 действительно Есть Я недавно Звонила Роману У которого в доме Сейчас ремонт И значит Ремонт этот Делает Я так понимаю Вика Жена его Потому что Я услышала дрель И Роман орал Прекрати дрелить Я не могу Говорить по телефону Вполне земной Жена Роман Я Я Недавно была на спектакле Ведь это очень важно В биографии Роман сделал спектакль Замечательный Моя Одесса И я была на этом спектакле И в этот же день Смотрел спектакль Герт Герт смеялся тогда Когда молчал весь зал А зал смеялся тогда Когда молчал Герт И я хочу Роману пожелать Чтобы смех был непрерывным Всегда А поскольку мы Романа запомнили давно И запомнили С того что У него были Раки по 5 Вчера Или по 3 вчера И по 5 сегодня Роман не имеет значения Потому что сегодня Это не актуально Роман Вот прими пожалуйста Этот подарок И не по 5 И не по 3 Любой роман Обречен на успех Если в этом романе Написано о любви Мы в этом романе Хотим написать О нашей бесконечной Любви Ромочка к тебе Но так как мы с тобой Начинали оба В Одесском оперном театре Я хочу спеть Оперную арию Нерон Поехали Поехали Спасибо Саша Спасибо Я в самом деле Потом постепенно Очень полюбил оперу И стал большим фанатом Опер Я слушал по 20 раз Одни и те же произведения Я слушал великого Херлю Когда его еще никто не знал И так далее Вот Саша И вот Это Одесса Одесса О которой я сейчас говорю На сцене полтора часа Это непридуманный юмор И я вам расскажу Маленькую Маленькую зарисовку Из спектакля Моя Одесса Это Она называется Наш двор Наш двор Миша 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 К вам актриса приехала В гости приходила Сказала завтра зайдет Спасибо Миша К вам такая актриса Приехала в гости Сказала завтра зайдет Блондинка красивая Спасибо Дедя Миша К вам актриса приехала В гости приходила Сказала завтра зайдет Гена Иди гуляй Иди гуляй Дедя Миша Правда она не актриса Она спорит сменка Нет аклиса нет спортсменка, нет акт-лиса, она на зигулях плизела, нет на москвиче, нет на зигуле, дети, идите гуляйте, слушай, Миша, как здоровичка, не жалуйся, слышишь, Миша, для тебя такая актриса приходила, такая красивая, голос сыпнет, видимо дождь пойдет, слышишь, Миша, как здоровичка, не жалуйся, да, слышишь, Миша, для тебя такая актриса приходила, ну красивая, Люда зовут, Люда зовут, она не то на москвиче приезжала, не то на зигуля, так как, вот голос сидит, видишь, дождь пойдет, это точно, слышишь, Миша, как здоровичка, не жалуйся, слышишь, Миша, красивая, Люда на москвиче приезжала, Он голос сыпет. Миша, дай пару копеек, чтоб дождя не было. Дядя Миса, ее Люда зовут. Иди, Гена, гуляй. Миша, к вам такая актриса приходила. Да. Она такая красивая. Да. Ее Люда зовут. Да. Она такая блогинка. Да. Она сказала, что завтра придет. Да. В это время вы будете в это время дома. Да, мы все будем в это время, так что не волнуйтесь, мы ее все встретим. Дядя Миса, ее Люда зовут. Иди, гуляй, Ген. Миша, до тебя такая баба приходила. Ну, я с ней так тихо поговорил, чтоб твоя баба не слыхала. Ну, ты ж знаешь, эти бабы, они же... Ты в прошлой ночи, помнишь, верещала моя, как порося. Она мне заколку в брюках нашла. Слышишь, Миша, я тебя поздравляю. Ну, такая красивая Люда зовут. Миша, у меня днем дом никого. Я в твоем распоряжении. Миша, слышишь? Ох, красивый. Дядя Ваня, это деловое. Ну, да, деловое. А я что говорю, что это баловство? Миша, слушай, ну, красивая Люда зовут на Москве. Ох, какая. Миша, и Миша, квартира у меня до 17, и вся в твоем распоряжении. Миша, я тебя поздравляю. Я тебе желаю и пуха, и пыра. А меня в черту. Роман Карцев. Ну что ж, наша следующая серия. И я обращаю ваше внимание вот на этот столик, за которым находится телец Валерий Усков. И как ваш соавтор, и, как вы сказали, уже брат-близнец, кинорежиссер Владимир Краснопольский. Прекрасный артист, артист кино, который приехал к нам из Петербурга. Петр Вильяминов. Наш московский артист Никита Джигурда. И вот аквиза, которую мне хотелось бы представить несколько особо, потому что, может быть, телевизионная публика ее не очень хорошо знает, не все бывают в Москве, и не все приходят в театр имени Евгения Вахтангова. Но то, что театр на сегодняшний день сохранил традицию открывать сезон спектаклем «Принцесса Турандот», в этом есть и заслуга Марины Есипенко, потому что она в этом спектакле сейчас играет заглавную роль. Она приняла эстафету у Юлии Борисовой, Марина Есипенко. Итак, пожалуйста, как называется ваша серия? Не послать ли нам телеца за бутылочкой венца? Вы знаете, сегодня действительно такое ощущение, что у меня тоже праздник. Потому что из 61-го года, что мы прожили с ним вместе на земле, только полтора месяца, на полтора месяца я отстал. Все остальное время мы вместе с детства и по сегодняшний день. Поэтому его праздник для меня сегодня тоже праздник. И я завидую, что такие прекрасные люди его сегодня окружают. Он 36 лет тому назад въехал в кинематограф на самом медленном поезде. Слава Богу, не на бронепоезде. И до сих пор остается неподсудим, потому что все работы, которые сделаны им, это работы большого гуманистического звучания и гражданского звучания. Но это и вполне понятно. Уже тени исчезают в полдень, а вечный зоб добра, он существует. Я почему-то сегодня вспомнил первый день, когда они пришли. Я в то время работал в бывшем Свердловске, теперешнем Екатеринбурге. Это было в 69-м году, поэтому вы поймете, в чем дело. Мы режиссеры Мосфильма и приехали сюда писать режиссерский сценарий. У меня сердце ёкнуло. И хотим пригласить вас на главную роль. У меня дыхание замерло, потому что, так сказать, я мечтал о кинематографе и так далее. Но это понятно каждому, наверное, артисту, провинциальному тем более. Я не знаю, что им сказать в ответ. Сказать спасибо, вроде, так сказать, глупо. Как-то сказать что-нибудь, когда начнем, тоже же ведь нельзя спросить. Я почему-то спросил, я говорю, а что вы снимали? Думаю, что завяжу какую-то светскую беседу. Они говорят, ну вот первая картина у нас была «Самый медленный поезд». Я говорю, я не видел этой картины. Они говорят, ну вторая картина у нас была «Таёжный десант» по роману «Солёный арбуз». Я говорю, я не видел этой картины. Они говорят, стюардессы, я говорю, не видел. Они говорят, не подсуден, но я её тоже не видел. Потом, значит, они говорят, ну мы приехали писать режиссерский сценарий по роману известного советского писателя Анатолия Иванова «Тени исчезает в полдень». Должен сказать, что в то время я о нем ничего не слышал, вы понимаете. От слабости человеческой натуры, говорю, что вы знаете, вот у меня приятель есть, он обещал мне дать почитать этот роман, но до сих пор не дала такая собака, он поставил меня в неловкое положение. Так завязалось наше знакомство, после этого, естественно, за все эти многосерийные фильмы было так много всего, и в настоящее время мы продолжаем работать над Ермаком, но, как всегда, все это связано с будущим. Спасибо вам большое, я очень люблю Валерия Ивановича, я до сих пор не могу понять, кто из них снимал какой эпизод, это для меня загадка. Работа, которую Валерий Усков и Владимир Краснопольский еще не завершили, но вот-вот близится к концу, это эпопея такая Ермак, и я счастлив тем, что они пригласили меня на одну из главных ролей, правую руку Ермака, атамана легендарного Ивана Кольцова. Я должен вас заверить, что кино будет такое, которого в России и на Руси еще не было, будет настоящий динамичный молодежный фильм. Охлеще, чем «Вечный зов» и «Тени исчезают полдень». Ой, вы люди добрые, братьям по земле, Все мы с вами ждем с небес удачи, Столько раз избитые, но выжившие, любящие свет, а как иначе? Ой, вы люди добрые, братьям по земле, Возвратимся к вере мы и к Богу, И тогда, как в сказке, сможем гидродолеть, Чтоб у нас все было по-другому. И тогда, как в сказке, сможем гидродолеть, Чтоб у нас все было по-другому. А пока выноси удача Двух славных седохов, Им преподнеси свою награду. Эй, ведь давят людям радость Краснопольский и узлов, И ведут к любви огню, огонь любви. Приди, скорей, приди, Чтобы смогли мы к счастью воспалить. Огонь любви. Приди, скорей, приди, Чтобы смогли мы к счастью воспалить. Это был Никита Джилбурга. И мы еще раз присоединяемся к поздравлениям имениннику Валерию Ускову. Ну а сейчас, дорогие друзья, я обращаюсь к артистам, к бизнесменам, к писателям. Есть люди, которые считают себя хорошим физиономистом. Я прошу посмотреть настоящих здесь мужчин, кто из присутствующих здесь возглавляет достаточно известную, достаточно популярную фирму. Я прошу назвать конкретно президента. Я думаю, все президенты. Так, Гарик сказал, что это все президенты. Юра, прошу тебя. Четвертый. Четвертый номер, четвертый номер, это Саша. Так, Саша, оказывается, президент. Возможно, Саша, а возможно, ты сейчас выиграешь. Пожалуйста, Рома, прошу тебя. Я думаю, что вот первый. Первый, первый. Это Владимир с бородой. Очень хорошо. Так, пожалуйста, прошу, Усков. Я думаю, второй слева. Второй в очках. Второй в очках, да? Второй. Это Николай Шмелев. Так, пожалуйста, прошу тебя. Очевидно, если лет 10 назад, был бы второй справа. Да. А сейчас второй слева. Второй слева. Ну что ж, пожалуйста, Мишенька, прошу вас. Я вообще думаю, это подставные ребята. Ну что ж, друзья, каждый из вас был недалек от истины. Итак, я хочу представить вам президента компании Хопер Инвест Лев Константинов. Спасибо за то, что предоставили мне слово. Спасибо за тем, кто, в общем-то, может стать, проголосовал за меня. Вот, сказав, что президент это именно я. Единственное, меня теперь только поставили в несколько тяжелое положение по отношению к члену еще нашей компании, потому что вот, когда я вижу, что кто-то претендует на мое место, мне приходится как-то расставаться. Сегодня, в общем-то, почему нас пригласили, потому что наша компания является юбиляром. Она тоже, в общем-то, телец. Мы, компания, которая в Москве появилась недавно, которая по России имеет 57 филиалов, и которая, в общем-то, разрастается, разрастается, разрастается. И на сегодняшний день там работает достаточно много народу. И я думаю, что мы действительно будем отличаться от других тем, что не только большая, не только тем, что много филиалов, но и тем, что, кстати, вот мы в ближайшее время организуем такую АО, оно будет называться Российский продовольственный альянс. И в ближайшее время во всех российских городах появятся наши магазины. Я надеюсь, что, кстати, вы в них придёте, и вам будет понравиться. Спасибо. Спасибо. Лев Константинов, президент фирмы «Копёр и нет». Но вот здесь сидит один из известнейших наших экономистов, Николай Петрович Шмелёв. И я хочу передать ему микрофон. Вообще-то я по натуре меланхолик. И когда тут началось обсуждение, как назвать следующий телесериал, я думал, думал, и по натуре я придумал примерно так, что помните постарше, кто помнит, как мы в детстве говорили, чем дальше в лес, тем, ну и вон нафиг. И вот это вот у меня ощущение не покидает, если бы не мои молодые друзья. Вот они-то вселяют надежду. И только они вселяют надежду. Но начинали очень солидно, завоевали одну область. Потом как растенияки ворвались в Москву. Почти завоевали Москву. Дальше вон 57 областей. Занялись переработкой. Будут перерабатывать, будут конкурировать. И дай Бог ребятам здоровья на будущее. Только чтобы не споткнулись. Я хотел бы им пожелать всего доброго. Спасибо. Может, рай, может, адом, Может быть, библейским садом Чем угодно Баден-баден В вашей жизни Может быть Нераспознан Неразгадан Баден-баден Как мне жить? Закрыты поты Открыты рты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден И нектаром Или ядом Дивной птицей Или гадом Чем угодно Баден-баден В вашей жизни Может быть Нераспознан Неразгадан Баден-баден Баден-баден Как мне жить? Закрыты поты Открыты рты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден Закрыты поты Открыты рты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден В одиночку Или стаду Люди едут Баден-баден В наказание И в награду Этот город Посетить Нераспознан Неразгадан Баден-баден Как мне жить? Закрыты поты Открыты ты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден Закрыты поты Открыты ты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден Закрыты поты Открыты ты Орут коты Острят шуты Летят торты Смеешься ты И ты стремишься Баден-баден Закрыты порты, открыты ты, орутка ты, Острятши ты, летят порты, Смеешься ты, и ты стремишься под мать. Спасибо, Лола, спасибо, Саша. А далее, я обращаю ваше внимание, за этим столом сидят наши гости из Белоруссии. Сидят наши добрые друзья. Это представители фирмы Интербел. И я хочу представить вам президента фирмы Интербел, Вячеслав Васюхин. Здесь у нас за столом находятся сотрудники компании Интербел. И наш самый знаменитый человек в политике, это человек года. Он сейчас является кандидатом в президенты Республики Беларусь, Карпенко Геннадий Дмитриевич. Мы в этом году закончили производство художественного фильма, который имеет название «Роман Ля Русса» или второе название «Обещание в любви». Я поясню, почему такое загадочное название. Дело в том, что наша компания Интербел – это не просто специализированная фирма по поставке нефти, это, прежде всего, фирма, которая серьезное внимание уделяет проблемам культуры. Фильм получился трогательным, это мелодрама, тонкий проникновенный рассказ о женском самопожертвовании. И я надеюсь, что вы его уже в этом году увидите. И тогда позволь, я представлю актеров, которые снимались в этой картине. Сергей Шакуров, Михаил Светин. Это картина любви. Естественно, я там участвовал, это естественно, да? Когда любви, настоящий картина. Но это чувствуется, потому что без любви ваше участие здесь было бы просто, ну... Это смешно, да. Да, конечно. Ну, я, о любви мы к этому отношению не имели. У нас была своя линия, а любовь была совершенно в другом, так сказать, направлении. В другом направлении. Поэтому у нас все распределилось правильно. Да, Сергей Шакуров? Картина про любовь, ну, актеров вы уже слышали. Теперь остается подождать, когда она выйдет на экране, чтобы вместе всем получить большое удовольствие. Стоп, у меня есть предложение. У меня есть предложение. Вот Сережа сказал, вы увидите картину, но это еще зависит от проката. В это еще тоже надо кому-то вкладывать деньги. Есть предложение, друзья мои. Так, Рома Карцев, пожалуйста. Дима Харатьян, Миша, прошу вас, Сережа, прошу подойти. Слава, подходи сюда. Кроме артистов самих, никто на сегодняшний день не заинтересован в прокате. Поэтому, вот находится компания Хопер Инвест. У меня есть такое предложение. Миша, Сергей, Слава. Вот постарайтесь убедить президента компании приобрести эту картину. А вот вас я прошу противостоять этому. Потому что каждый из вас может быть заинтересован в том, что Хопер будет финансировать его проекты. Посмотрим, кто из вас выиграет. По-хорошему, действительно, чтобы не долго не задержать. Лева, значит, самое главное в картине – это артисты, вы знаете, да? Что зритель идет на артистов. Артисты же неизвестные. Я не видел картину, я не видел картину, и артистов не знаю. Поэтому я... Лева, самое главное в картине – это жена. Понимаете? Вы женаты? Никаких Руссо. Берите Лолу и снимайте. Самый главный аргумент, который я скажу. Все, кто смотрели картину, особенно женщины, все плачут. Богатые плачут, да? Все поголовно. Все поголовно. Да? Да. Ну и сколько вы им заплатили? Так. Ну нет, ну действительно, уже на просмотр было у нас не попасть. Там с милицией стояли, там действительно люди выходили, выносили, выходили людей из зрительного зала. Ну действительно, интересно посмотреть это. Таких картин сейчас просто нет. А сейчас выносят только не из зрительного зала. Во-первых, Венеция, учти, снималась в Венеции половина. Да, в 10 метров. Кстати, там тоже неплохо. Не берите фильм, мы денег вам дадим за это. Приобретаете эту картину? Да. Нет. Вы знаете, я с удовольствием приобрел и ту картину, и ту картину, поскольку выбирать между деньгами и покупать по-хорошему очень тяжело. Итак, насколько я понимаю, Хопер Инвест взял на себя обязательство приобрести картину «Роман а-ля Руссо», финансировать проекты «Кабаре-дуэт Академия», создать спектакль «Роману Карцеву», финансировать картину Дмитрия Харатьяна и разделить оставшуюся прибыль с программой под знаком «Зодиака». Дурацкий конкурс. Но ты получил спектакль. Ну а сейчас, сейчас я хочу представить вам еще одну гостью фирмы «Интербелл» Лику Елинскую. Лика – популярная белорусская певица. Но именно здесь я узнал, что она тоже именинница, она тоже телец, и мы поздравляем тебя Лика с днем рождения. А от имени клуба мы дарим тебе восьмитомник Яна Флеминга. А сейчас мы с вами услышим романс Микаэла Тривердиева на стихи Владимира Никляева из кинофильма «Роман а-ля Руссо». Нет, эти слезы не мои, жалеть не смей. Когда я плачу о любви, люблю еще сильней. В ознобе розы на столе, вино в холодном хрустале. Когда я плачу о любви, люблю сильней. В ознобе розы на столе, вино в холодном хрустале. Когда я плачу о любви, люблю сильней. Нет, нет, не зажигай огня, целуй, смелей. Раз меньше любишь ты меня, сильней тогда жалей. Мы расстаемся при свечах и плачут руки на плечах. Раз меньше любишь ты меня, сильней жалей. Мы расстаемся при свечах и плачут руки на плечах. Раз меньше любишь ты меня, сильней жалей. Любовь уходит не одна, мы вслед за ней. Не говоря случайных слов, мы молча выпьем за любовь. Она уходит не одна, мы вслед за ней. Не говоря случайных слов, мы молча выпьем за любовь. Она уходит не одна, мы вслед за ней. Мы вслед за ней. Наши гости из Белоруссии, Вика. Дорогие друзья, а вот сейчас я хочу представить присутствующих за этим столом. Режиссер Юрий Мороз. Артист Дмитрий Золотухин. Актриса Марина Майко. Артист Гарри Сукачёв. И артист Дмитрий Харатьян. А вот именинница за этим столом Марина Левтова. Итак, как называется ваша серия? Просто Мария эмблема печали, Левтова Маши эмблема любви. Я бы сказал, это такой романтический стол, гвардейский стол, а гвардия это гарде. Я бы назвал так, гарды у Марины. Давайте восклицать, Мариной восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить, Марине комплименты. Ведь это всё любви, счастливые моменты. Давайте целовать Марину откровенно. То вместе, то поврось! То поврось! А то попеременно! Марин, не придавай значения злословью, поскольку груз всегда Соседствует с любовью. Юрак, воспринимай Марину с полуслова, Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всём Марине потакая, Тем более, что жизнь короткая такая. Я хочу сказать, что вот здесь находится компания неразлучных друзей. И я думаю, что каждого из них мы обязательно будем приглашать в наш клуб отмечать день рождения каждого. И я уверен, что они всегда будут появляться в таком составе. И наш следующий именинник, драматург, писатель, Да, драматург, писатель, родившийся... Родившийся писатель? Ну что ж ты делаешь? Ну, друзья мои... Так, дайте выпить, не могу. Итак, действительно, наш следующий именинник, драматург, писатель, Родившийся под знаком стрельца Аркадий... Саша, я устал, родной мой. Иди помоги мне представь нам человека, которого, как я знаю, ты любишь И творчество которого ты очень-очень ценишь. А как нужно правильно имя, отчество, чтобы я... Нет, фамилию и имя. Кстати, познакомься, чтобы на всякий случай. Он Аркадий, фамилия его Инин. Присаживайтесь, а я сейчас объявлюсь. Лолочка, я прошу тебя, будь любезна, помоги нам. Лола, нам сейчас так жарко. Как ты прекрасно оделась. Спасибо, я тоже вот сама себе завидую. Я бы еще паричок сняла, правда, да. Я могу вам подарить. Огромная честь нам выпала сегодня представить прекрасного человека, который, к сожалению, для нас лично ничего не написал. Мы нигде вот не снимались. Я думаю, сниматься не будем, да, о заветном. Но это хороший человек, потому что вот я в его глаза смотрю и понимаю, что он для нас что-нибудь напишет обязательно. Малыш, говори дальше. Как это жадно, это все про себя. Просто человек, который написал очень много смешного, веселого, а мы это все вот как бы любим, и это гораздо лучше, чем... Что-то я гоню уже такое просто какое-то... Я объясню, они забыли фамилию и имя. Я хочу сказать, перед вами телец Аркадий Идем. Спасибо. Гости достаточно популярные, известный поэт. Владимир Вишневский. Кинорежиссер Юлий Гусман. Ну, во-первых, мы назвали нашу серию Ининианой. Ваши аплодисменты, говорит Олег. Дело в том, что я действительно знаю Аркадия Яковлевича, мы с ним дружим 29 лет. С тех пор, когда он был душой харьковской команды КВН, а я капитаном бакинской команды, вот с тех пор мы с ним дружим. Ну, последние 6 лет все, что самое остроумное и веселое было в доме кино, придумал Алик Инин. Он теперь человек, у которого международная слава, недавно в заграничной поездке, чистая правда, в автобусе за рубежом шофер нам сказал, «Хотите, поставлю вам хорошую комедию?» И поставил нам фильм «На деребасской хорошая погода», «На Брайтон-Бич опять идут дожди», где вот главную роль, кстати, исполнил сидящий вот там Дима. Вот он, Харатьян, я бы ему похлопал тоже. Это было правда. Так что у наших зарубежных соотечественников, как сейчас говорят, это самая популярная картина. Мы в нашем правлении подготовили для Аркадия Яковлевича большое количество приветствий. И поступило у ее адрес огромное количество телеграммных поздравлений. Вот например, такой стих написали. «Тельца и друга Инина, я обниму так жарко, как не сумел бы Минина обнять бы друг Пожарский». Вот, известного мастера киношных реприза, комедийных гэгов, тепло поздравил Егор Гайдар. Дорогой Аркаша, он ему написал телеграмм, «Ты напоминаешь мне мою любимую дедушку Аркадия. У тебя, как и у него, на каждый чук есть собственный гэг». И, наконец, в этой связи последний стих, который мы ему придумали. «Желаю быть всегда тельцом, но с человеческим лицом». Я хочу тоже выступить пристрастно, как человек, очень любящий Аркадия. Я хочу вам всем напомнить, что он родоначальник жанра, классик. И если нас с вами нашли в капусте, то, наверное, его нашли в кинокапустнике. И настолько он, мне кажется, любим и популярен, что он тоже мог бы участвовать в рекламе, я считаю. Допустим, в рекламе компании «Проктер и Гэмбл». Ну, вот пока я сидел, я просто придумал, может быть, так. «В отличие от Клафы Дунь, Аркадий всем пример. На голове его шампунь и кондиционер». К примеру. Значит, вообще я хотел всегда примазаться к его славе и предложил ему такую литературную основу для сценария, чтобы он написал сценарий по таким стихам. «Звоню я Томе, ответ как милость, она в роддоме». А что случилось? Но это все преамбулы. Я вот пришел не с пустыми руками, сейчас мне потребуется помощь Олега. Вот это вот фильм, который мы сейчас вместе с вами экранизируем прямо здесь. Фильм об Аркаде Инине. Название где-то было, мне кажется, называется «Это все о нем». Я сейчас раздам быстро, одна стиша, и все исполнят по одной строке, и получится такая Ининиана. Друзья мои, чуть дальше. Нет, нет, вот не глубже, не глубже, а за кулисы. Вот сюда, вот сюда пройдите за кулисы. Встаньте по очереди. Второй, трейдер, разберитесь, разберитесь. Так вот, значит, вот мы начинаем. Иметь с тобой приятно даже дело. Соври хоть раз, скажи, что я твой друг. Как горький книгам всем тебе обязан. Он даже где-то в чем-то не сгибаем. Ну, сделай что-нибудь, хотя бы деньги. Так вы не спонсор? Положите вилку. Аркадий Инин, это же секс-символ. Да, нам тебя сравнить буквально не с кем. Мы нежно подписавшийся Вишневский. Спасибо. Есть еще подарки нашим дорогим именинникам, поэтому с вашего разрешения. Мариночка, вот потрясающая вещь. Мы тебя поздравляем с днем рождения. И вот такой семитомник, волшебная палочка сказок. И Аркадий Инин от концерна «Олимп. Прими многотомник фантастика галактик. А на сцене вновь наши гости из Белоруссии – Лика. Ночь, ночь, всюду тьма. Мы с тобой сошли с ума. Я, ты и грозы экстаз. Это джаз, дождь, дрожь, нет души. Там трава, жар души, строг, дрожь и звезды, глаз. Все это джаз. Дух, сердец безумный импровиз. Двое у неземных ветром ночи Летит в сердце то вверх, то вниз И танцует оси нам на безстранный свой стриптиз. Я, ты, дама, туз. Все на этом свете, плюс. Свет, мать и слепая грусть. Это блюз ясный, блюз луны. Вы пьяны, мы влюблены. Плачь, плачь, саксофон нам будет сон. Двух сердец безумный импровиз. Двое у неземных ветром ночи Летит в сердце то вверх, то вниз И танцует оси нам на безстранный свой стриптиз. Летит в сердце то вверх, то вниз Грозы их ставь, венчаянна! Двух звезд безумный имправдись, Двое луни теплых ветром ночи В сердце то вверх, то вниз, И танцуй, и танцуй, и танцуй, На бесстранный свой стриптик! Двое луни теплых ветром ночи В сердце то вверх, то вниз, И танцуй, и танцуй, и танцуй, На бесстранный свой стриптик! Двух сердец безумный импровизм В бою луни пёплых ветром ночи Летит в сердце, то вверх, то вниз И танцует он всегда напит Сраный свой стрип-сири Дорогие друзья, если помните, У нас было предложение написать эпиграммы Но я обращаюсь к телезрителям, напоминаю им Что мы ждём ваши эпиграммы И для вас, дорогие телезрители, наш призовой фонд Это книги, которые представил концерн «Алимп» А также вот эта аудио-видеоаппаратура Которую представляет нам фирма «Фрегак» Что на Кусузовском проспекте Ну что ж, господа, я обращаюсь к творчеству Которая, надеюсь, здесь всё-таки имела место Пожалуйста, прошу эпиграммы Кто первый? Юлий Гусман Поскольку здесь очень много сразу тельцов И чтобы никого не обижать Эпиграмма, которая посвящается всем тельцам сразу Дарует нам всем зодиака знак Свой выбор определённый Вот я только лев, другой только рак А третий рождён скорпионом Но я вас, друзья, лишь об одном прошу До скончания века Будь хоть тельцом, хоть полным овном Но главное, будь человеком Пётр Вильяминов Про братьев таких, про почти близнецов Не скажешь смелее, чем сказал Маяковский Мы говорим «краснопольский», подразумеваем «усков» Мы говорим «усков», подразумеваем «краснопольский» Борис Львович Никите Джигурде Как он хрипит Как страстью в клочья рвёт Ну так и хочется Понять, о чём поёт Дорогой Рома Карцев Тебе Ты на кого другого посмотри Такой большой Вчерашний и на три А вот выходит Карцев выступать Малысенький Сегодня и на пять Михаилу Светину Дайте гада Светину сыграть Люди будут гада обожать Сергей Крамаренко Вот вам и Марина недотрога Видел поцелуи весь народ Молодым везде у нас дорога Это старикам у нас потёк АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь все знают Женский туалет Вот к слабе путь В России для евреев АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Георгий Териков Николаю Шмелёву Он в общем не особенно речист Но насмешил сегодня всех доколик Мы думали, что он экономист А он нам сообщил, что меланхолик АПЛОДИСМЕНТЫ Валерий Усковый Всегда его картины в моде Они для всех, как вечный зов Хоть тени исчезают в полдень Но, к счастью, не исчез Усков АПЛОДИСМЕНТЫ ЛИКИ А ЛИКИ правда не тая Я не скажу ни слова грустного Что пела, не запомнил я Но как она ласкала Гусмана Аркадий Инин Марине Левтовой Марине Левтовой, это серьёзно Это без юмора, это из сердца Просто рвётся Ах, если б не был я уж Инин То я б, конечно, стал Маринин АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Джигурда Юрий Назаров, как Нарзан Когда выходит на экран АПЛОДИСМЕНТЫ Пусть под фортуны парусом Дитя любви и звёзд Ведёт нас, славный Марузев В страну добра и грёз АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, я это никогда не вырежу АПЛОДИСМЕНТЫ Это обязательно оставь Спасибо тебе, Никита Дорогие друзья, и вот сейчас Самый торжественный момент Прошу сюда именинный торт АПЛОДИСМЕНТЫ И вот опять взошла луна Я тихо двери открываю И в час Урочный час Я вас к экрану приглашаю Зову я всех сюда, всех-всех И близнецов, и львов, и раков Прошу В наш клуб под знаком Зодиака От звёзд И ярчайших звёзд Здесь Как на небе мало места Но Жаль Актёрский век Короче Чем у звёзд Небесных Наш путь Увы тернист Но Не свернуть с него Однако И так прошу В наш клуб Под знаком Зодиака Нас всех Влечёт сюда Волнения наши Неслучайны Нам здесь Почти шутя Любые Открывают Тай Мы все Одна Семья И светит нам Луна Гуляка Мы всегда вас ждём Рады видеть И надеемся на новые встречи В нашем клубе Под знаком Зодиака Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому